Всем привет! Меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами изучать оружие рассвета. Сегодня, ребята, посмотрим на синтез. Плазменный излучатель выпускает плотный пучок перегретой плазмы. Урон, скорострельность, дальность, точность на ваших экранах. По этой шкале от 1 до 10 структура 151, расход энергии 4, масса 158 килограмм. Такие, в принципе, довольно стандартные параметры для синьки. У нас на сегодня есть 4 крафта, каждый из них мы с вами посмотрим с одним, с двумя, с тремя, ну и с четырьмя синтезами. Начнем по возрастающей. На этой машинке есть только синтез, легкий двигатель и все. Все остальные простые обычные детальки. Погнали! Про сам синтез наверняка многие из вас уже знают. У него очень специфичная такая манера ведения огня. Зажимаешь кнопку ведения огня, он какое-то время заряжается и только после зарядки уже начинает стрелять. Непривычно, да, действительно, раньше у нас такого красаути не было. Во всяком случае, я не видел. Здорово! Внезапный бот. Так, отходим подальше. Дальность огня у этой пушки весьма ограничена. Вот на такой десад... Да что ты ко мне-то прицепился? Бот-хейтер, дожили. Дальность огня ограничена у этой пушки. То есть прямо совсем через всю карту, как, например, с тем же квазаром, я стрелять не могу. Но при этом все равно эта пушка стреляет довольно-таки далеко и бьет она с довольно-таки высокой точностью. Есть, конечно, разброс. Но на той дистанции, на которой это оружие эффективно, данной точности мне, во всяком случае, вполне хватает. Воу! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нееет-нет-нет-нет-нет-нет! Эх, турельки. Да, вот тебе и пожалуйста. Турельки на таких весах против плазмоганов. Ладно, поехали еще разок. Но, правда, у моего соперника сейчас было две турели, а пушка у меня только одна. Возможно, если бы у меня тоже стояло две пушки на крыше, это мне как-нибудь помогло бы побыстрее уничтожить турельки. Но уже не помогло, значит не помогло. Продолжаем. Сейчас попробуем пулеметы ему отбить. Хотя я быстрее, по-моему, машину ему роднесу, чем отобью пулеметы. Ну, горит-горит-горит уже. Укатился. Спрятался. Ну, ладно. Укатился, значит укатился. Там у нас базу захват... Нет, уже не захватывают. Хорошо. Этого сейчас доберут без меня, походу. Да, его без меня добрали. Я его... Ай-яй-яй. Я его бил-бил, стрелял-стрелял. А че ты пристал-то? Здрасте, приехали. Так, этот готов. И я сейчас тоже, скорее всего, буду готов. А может быть и нет. А может быть и да. Да. Не, нафиг. Че-то не то. Давайте сразу пересядем на две пушки. Они довольно-таки медленно поворачиваются. Поворачиваются они действительно очень медленно. В сравнении со многим оружием из числа синьки. Это пока она развернется, полдня пройдет. Ну, поехали. Прокатим сейчас на двух синтезах. Вон, тоже справа на синтезах катается человек. Совсем другие цифры. Уже в два синтеза начали вылетать. Так, на нас напали. Враг очень близко. Извините. Этот враг готов. А у меня сейчас отстрелят синтезы. А может и не отстрелят. А дрон убит. Ой. Внезапный такой. Летает тут на ускорителях. Один ускоритель я ему только что отбил, по-моему. Ой-ой-ой. Блин, сбили. Сбили мне уже одну пушку. Отстань. Ладно, пойду дефить базу. Пушку сбили уже, потому что они довольно-таки откровенно нагло у меня торчат. Эти пушки. И попасть по ним действительно нетрудно. Так, кавказы, кавказы, кавказы. Оружие самых скилловых пацанов. Я убегаю. Вот отбили и вторую пушку. Да, прятать их надо лучше. Но есть одно такое маленькое но. Давайте мы выйдем в гараж. Сразу остался все равно без пушек. Делать мне здесь нечего. А если так ты уходишь, ты идешь сюда. Если как-то попробовать закрывать эти пушки, то очень сильно уже даже высота один в один пин начинает этим пушкам мешать. Вот в бок я уже не могу стрелять. Ну, стреляет он параллельно земле сразу. То есть, если кто-то подъедет близко, то стрелять ему куда-то вниз по колесам будет очень-очень трудно. Пушка здесь просто не опускается. Закрыть можно по бокам. По бокам, спереди, сзади. Но тогда у вас радиус обстрела существенно снизится. Поэтому не закрываю. Вот здесь синтез установлен на низкой машине и за кабиной. Здесь меня это, в принципе, особо не мучает. То, что сзади стоит синтез и стреляет только параллельно земле. Как мы видим, передние двое... Передние два синтеза все равно могут бить прямо перед собой. Под машину. Но задний синтез все равно бьет только параллельно земле и все. Я, конечно, знаю, что это решаемая проблема. Если поставить колеса просто разной высоты, тогда уже все станет намного проще. Мы это неоднократно с вами уже делали. Ну-ка сюда, ну сюда что ли? Например, колесо броневика сюда уже не влезает. Хотя, если раму убрать, то влезает. Но оно здесь будет бессмысленно. Колесо большое ставить. Вот колесо большое сюда уже не влезает. Допустим, это мы все убираем. Ставим несимметричные колеса. Да, так в жизни становится уже намного проще. И задний синтез стреляет, ну не знаю, как... Вот практически прямо перед носом машина. Ну давайте попробуем, прокатимся так. Пришлось, конечно, изменить саму концепцию машины немного. До этого она мне нравилась больше, ее внешний вид. Но поедем уже так, как есть. Эффективность все же важнее. Единственное, что я боеукладку отсюда сниму. Потому что изначально машина собиралась под другое оружие. Для синтеза-то мне боеукладка не нужна. Да, ну и собрана машина на кабинке Квант. Потому что у нее очень удобный для синтеза в бонус. Если машина не получает повреждений в течение 10 секунд, урон от энергетического оружия увеличивается на 20%. 20% так-то немало. Веса уже в районе 5000. Кому-то там не хватает дороги. Но вроде как разминулись, и это хорошо. Судя по этим звукам, народ в восторге от синтеза. Все стреляют направо, налево. В каждый бой, как не зайдешь, обязательно, обязательно есть кто-нибудь с синтезом. Но оно в принципе и понятно, новые пушки. Многим интересно посмотреть на новинки. А синтез это довольно-таки дешевое оружие. Тем более это синька, ее искрафтить нетрудно. Сейчас справа приедут. Вон там с АГСами кто-то уже наяривает. Человек сюда ехал-ехал, передумал. Вон он там. Ой, здорово! Что-то у тебя пошло не так, судя по всему, да? Так. Это к вопросу о том, зачем делать так, чтобы пушки могли стрелять вниз. Вот зачем. Чтобы отбивать вот таких вот внезапных комбайнеров, инвизеров. Но мне сейчас все равно не хватило урона для того, чтобы его перестрелять, к сожалению. Давайте выйдем сразу в другой бой. Бывает и такое, да. Если б там был копийщик, он бы меня вообще сваншотил и все. Но так мы хотя бы немного подрались с тем человеком. Сейчас попробую отсюда прям по врагам пострелять. Но отсюда мне скорее всего дистанции уже не хватит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И нет. Отсюда вроде как и бью по врагам с упреждением все как надо. Но пушки, патроны просто-напросто мои снаряды не долетают. Патронами, конечно, их трудно назвать. Но вот до этого парня долетают. Позитив 2018. Позитив сейчас умрет. Звучит, конечно, очень мрачно, но это факт. Сейчас сзади враги как подъедут. Враги вон там уже проехали. Я видел, колесо чего-то мелькнуло. Ай-яй-яй. Ну поехали. Сейчас практически ближний бой будет. Базу-то дефить надо, хочешь не хочешь. Вон он. Я же говорил, кто-то проехал. А вон он стоит. Окей. Да слышь! Виндрить его налево. Хоть вообще с базой никуда не уезжай. Хотя с учетом того, что у нас карта больших в красауте и нет, возможно, это вполне логичная тактика. Сидеть себе спокойно, ждать, пока враги приедут. Турельки убивать. Вот, хорошо. Дрона тоже сбил. Ну, давай, парниша, я за тобой уже выехал. Ёптер. Конечно. О, лучшего игрока дали. Как турели сбивать, так это я один. А как беззащитный фраг мочить, так и вся команда прилетела. 1812 очков. Когда все три синтеза на месте, неплохо так они наваливают-то урона. Давайте посмотрим, что могут сразу четыре синтеза. На этой точиле, ребята, уже стоит Аполлон. Как же его ждали, наконец-то дождали. Четыре единицы энергии, но, блин, 1152 килограмма. 1152, больше тонны весит, зараза такая. В общем и целом, машина сколько там получилось? На 7-121 очков моща? Ну, где враги? Я готов реализовывать все свои четыре синтеза. Так. Вот и все. Вот от него уже почти ничего и не осталось. Замечательно. Кто-то мне там сзади настреливает. Враг? Враг, конечно. Так, отходим. Осы, 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 осы. Хорошо, ладно. Он меня-то он пока не видит за этим камнем. Я постреляю назад. Не видит ведь? Нет, не видит. Хорошо. Хорошо. Того тоже замочили. Давай, приезжай. Едет. Отбил? Да, отбил. Хорошо. Ой, какой красивый тут прилетел. Здорово. Лежачего не бьют, конечно, но, знаешь, бой в данном случае... Да, ёптера. Бой в данном случае важнее. Победа толком повоевать не успел. 1553 уже настрелял, кстати. Поехали еще разок. Можно будет чисто прикола ради отвоевать еще бой на этой машине, а потом взять и посадить ее на ховерах. Посмотреть, как она будет вести себя на ховерах. И как вообще эта конструкция будет вести себя на ховерах. Слышу, там опять синтезы уже взрываются. Там на горе сидят двое. Давайте попробуем с этими двумя подраться. Угу, ясно, понятно. Одно оружие одного из них я уже засек, а второй с осами, да? Ну давай. Вот и все. Гнездо с осами я ему уже выбил. Бочка, бочка, бочка. Вижу бочку. Но быстрее будет убить его самого, наверное. Да, готов? Тихо там. Так, одна оса, вторая оса. Прекрасно. Бочка там у него в носу висит, я вижу. Но он уже взрывается. Меня сейчас тут замочат. Так, хорошо, этот готов. Серьезно? Ты с дробовиками на такой дистанции решил стрелять? Не самая лучшая затея, скажу тебе. Вот АГСом меня бить на такой дистанции, это хорошая затея. У него там полный набор вооружения. Зря я еду к нему вперед. Надо отбить АГС и расстрелять его дальше на дистанции. Отбил? Не отбил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, АГС отбил, но он уже с дробовиками приехал ко мне вплотную. Да, и сейчас меня замочат. Тем не менее, с двумя мы уже подрались один на один. Вполне себе по-честному. Ну, как по-честному? У меня было четыре пушки, а у них по две, по три. Не то, чтобы совсем честно. Но мы их замочили. Третий уже замочил нас. Вполне себе неплохо, я считаю. Как контрмера против ос, это оружие, по-моему, просто замечательное. Так как он не имеет небольшой сплэш, небольшой разброс, выбивает эти осы очень-очень быстро. 1491 очко. Но, опять же, на этом крафте уже установлен Аполлон, легендарный генератор. И это необходимое условие для того, чтобы поставить себе сразу четыре синтеза. Ну, что же, это будет как минимум странно. Но ради того, чтобы чисто поржать, почему бы и нет? Давайте попробуем. Передние ховеры, да и не только передние, вообще все ховеры у меня туда же ничем не прикрыты. То есть, любое попадание мне по носу и может моментально отбить мне ховеры, все, машина уже станет малоуправляема. И да, кстати, многие спрашивали за ховеры, спрашивали, что что у них там с подъемом в гору. В данный момент ховеры действительно не очень-то могут залезать в гору. Если найдем где-то резкий, хотя нет, это потом отдельной серийкой, наверное, уже посмотрим. Все по ховерам. Сразу мы во множестве различных ситуаций протестируем. Вон справа тоже, кстати, на ховерах на четвертых икарах летит. На красных. С квазарами. Ух ты, какой страшный. Ну давай, иди сюда. У него два квазара, у меня четыре синтеза, он, скорее всего, меня переиграет. Да, конечно, он мне сразу ховер отбил и все, машина неуправляема, то, о чем я и говорил. У-у-у, это жесть. Это просто жесть. Вот только теперь он попасть по мне не может, зато его друзья по мне могут попасть. Во, попал. Нет, это, короче, можно не продолжать. Понятное дело, что для того, чтобы летать на ховерах, машина должна быть намного быстрее, чем это. Здесь одно попадание, один ховер отломали и все. И ты уже уехал куда-то в сторону, машина неуправляемая. Но речь не о ховерах, а речь про синтез. Такая вот, ребята, пушка, одна из новеньких у детишек рассвета, приехала к нам. С удовольствием почитаю ваше мнение на тему этих новых пушек в общем и целом и синтеза в частности. Ну а мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok